Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии работает Ирина Кара. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Изменения в законодательстве. Увеличены штрафы за вождение в нетрезвом виде. Безработица, миграция и демографические проблемы с этим сталкиваются молодые люди. В Молдове 7 сентября увеличится концентрация алкоголя для определения состояния алкогольного опьянения водителей, а также ужесточится наказание за это. Изменения касаются как пороговых значений концентрации алкоголя, так и штрафных санкций за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Генеральный инспектор от полиции сообщил о вступлении в силу 7 сентября поправок в законодательство о порядке проведения тестирования на алкоголь, а также изменений в уголовный кодекс и кодекс о правонарушениях. По новым правилам состояние опьянения будет подтверждено при более высокой концентрации алкоголя. В случае, если водитель пойман за рулем состояния алкогольного опьянения, допустимая норма, которая не превышает 0,35 мг на литр выдыхаемого воздуха, то водитель подвергается административной ответственности. Если же концентрация алкоголя превышает 0,35 мг на литр, то водитель привлекается к ответственности уже к уголовной. В частности, состоянием небольшого алкогольного опьянения будут считать наличие в выдыхаемом воздухе алкоголя от 0,15 до 0,35 мг на литр. Также, если сейчас тяжелой степенью опьянения считается более 0,30 мг спиртного на 1 литр выдыхаемого воздуха, то после новых изменений значение увеличится до 0,35 мг на литр. Одновременно с увеличением концентрации алкоголя ужесточают и ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Согласно новым изменениям, убрано наказание общественной работы. Сейчас, с 7 сентября, уже будет только денежный штраф, либо арест за правонарушение. Если же правонарушение совершено административное, то водителю будет грозить минимальный штраф 35 тысяч лей и максимальный штраф 50 тысяч лей, либо арест за правонарушение от 10 до 15 дней. И в обоих случаях лишение права управления транспортным средством сроком от 1 года до 3 лет. Если сейчас в уголовном кодексе за вождение в состоянии тяжелой степени опьянения предусмотрено наказание в виде общественных работ и лишения водительских прав, то с 7 сентября это наказание изменится. Если же водитель будет привлекаться к уголовной ответственности, то есть если он выдохнул в алкотестер более 0,35 мг на литр, то за это правонарушение грозит минимальный штраф 75 тысяч лей и максимальный 135 тысяч лей. С аннулированием водительского удостоверения сроком на 5 лет или же арест за правонарушение от 1 до 3 лет. Если же водитель отказался или уклонился от прохождения тестирования, то штраф будет грозить минимальный 100 тысяч лей и максимальный 150 тысяч лей. Либо арест за правонарушение от 1 до 3 лет с аннулированием водительского удостоверения в любом случае. Мнения жителей автономии разделились. Некоторые считают, что новые изменения повысят безопасность на дороге, другие думают, что наказания слишком ужесточены. Чтобы меньше пили водители. С одной стороны, правильно. Меньше аварий будет, меньше страдать будут дети, старики, пешеходы. Ну, слишком много за первый раз эти штрафы. Поменить можно. Потому что они мешают людям ехать, и пассажирам, и все, и велосипедистам. Надо водить не в трезвом виде. Это в законе вписано. Я согласен, что надо штрафовать. Как бы... С этим согласен. Но есть нюансы, которыми я не согласен. Они в уши перебор. Нехорошо, конечно. Выпил, заказывает резвого водителя. Или бери такси. Чувствует такое выражение, что пьяный водитель потенциальный преступник. Может быть, это и подействует в какой-то мере. Но не уверен. А люди должны осознавать, что если пьют, то за руль нечего садиться. Власти отмечают, что таким образом они внесут свой вклад в борьбу с вождением в состояние алкогольного опьянения и предотвратят преступления, совершаемые под влиянием алкоголя. Пятеро детей, ставших жертвами аварии в селе Кадрянка Страшенского района, до сих пор находятся в столичном институте матери и ребенка. Четверо из них находятся в ортопедическом отделении, один в реанимации. Состояние двух пациентов 9 и 10 лет улучшилось. Их перевели из реанимации в ортопедическое отделение. В реанимации остается 7-летний пациент. Есть положительная динамика. Если так продолжится и дальше, ребенок будет переведен в обычную палату, рассказал пресс-секретарь института Максим Казаку. По словам медиков, жизнь детей, госпитализированных в ортопедическое отделение, ничего не угрожает. О выписке пациентов пока речи не идет. Напомним, трагедия произошла в субботу 10 августа около 9.20 утра недалеко от населенного пункта Кадрянка Страшенского района. Опель и Митсубиси столкнулись. Произошло возгорание. В результате сильного удара пассажиры Митсубиси 17-летняя девушка и 56-летняя женщина погибли. Также скончался водитель Опель и две женщины 32 и 54 лет. Выжить удалось пятерым детям и водителю Митсубиси, который предположительно и спровоцировал столкновение. Он также был госпитализирован в районную больницу в Страшенах и будет выписан в среду 14 августа. В этот же день молодой человек предстанет перед судом. Районная прокуратура выдала на его имя мандат на превентивный арест на 30 суток. Заседание начнется в 10.00. В Улганежской районной больнице реализован инфраструктурный проект. По просьбе администрации и технического персонала была отремонтирована прачечная. Из средств, выделенных исполнительным комитетом, заменена система отопления и канализации. Облицованы кафелем стены, установлены окна и двери. Частично отремонтирован фасад. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для персонала. Территория прачечной была разделена на грязную и чистую зону. Смонтирована ванная для стирки. Обустроена площадка под навесом для сушки белья. Стоимость всех работ составила порядка 380 тысяч леев. Ранее Улганежская районная больница получила 85 комплектов постельного белья, чтобы пациенты могли проходить лечение в комфортных условиях. Повышение качества медицинского обслуживания – приоритет работы, отметила башкан Гагаузи Евгения Гуцул. Капитальный ремонт Дома культуры проведет при Марье села Этулия. Местные власти выиграли грант на сумму 5 миллионов леев в рамках проекта «Европейское село». Подробности у Натальи Андреяш. Зал Дома культуры села Этулия на протяжении нескольких лет находится в аварийном состоянии. Последнее мероприятие проводилось в 2017 году. Вместо концертов, танцев и ярких мероприятий – плесень, сырость и обрушенные потолки. Зал требует капитального ремонта, говорит примар села Этулия Наталья Попова. Местные власти написали проект по реконструкции здания и выиграли его. И он очень важен для их населенного пункта. Для нас это очень важный проект был. И мы очень рады, что мы выиграли данный проект. В рамках проекта «Европейское село» примарея села Этулия выиграла 5 миллионов леев, на которые проведет капитальный ремонт зрительного зала Дома культуры. Мы все эти средства направим именно на ремонт. Это укрепление задней несущей стены, сцена. В общем, весь зрительный зал. У нас зрительный зал рассчитан на 500 человек, но там есть еще и балкон. Конечно же, мы хотим сохранить все лепнины, которые присутствуют в зрительном зале. По условиям проекта «Европейское село» для проведения капитального ремонта Дома культуры примарея села Этулия должна внести и свою контрибуцию, отметила примар Наталья Попова. Наша контрибуция составляет 15% от общей суммы. Чтобы начать ремонт зрительного зала Дома культуры, необходимо провести тендер, говорит примар. Уже та фирма, подрядчик, который выиграет, уже будет производить работы. В прошлом году по программе капитальные вложения в Доме культуры была заменена кровля, и на эти цели было выделено 1 миллион леев. А два года назад внутри здания был проведен косметический ремонт кабинетов. В Доме культуры села Этулия работают различные кружки. Это кружок вокала, танцевальный, художественной самодеятельности, а также филиал художественной школы. Дом культуры – это центр общественной и культурной жизни людей. Это единственное место, где сельская молодежь и люди старшего возраста могут провести свой досуг, говорит примар села Этулия Наталья Попова. Она надеется, что после проведенного ремонта жители смогут в хороших условиях и теплых помещениях проводить культурные мероприятия. Фермеры южных районов Молдовы вновь призвали к введению чрезвычайного положения в области сельского хозяйства из-за катастрофических последствий засухи. В своем заявлении фермеры подчеркнули, что их предыдущие обращения к Министерству сельского хозяйства были проигнорированы. «Катастрофическая ситуация в южных регионах Молдовы фактически парализовала коммерческую деятельность микро-, малых и средних предприятий. Высокая стоимость сырья, энергоресурсов, высокие ставки по кредитам и ограниченный доступ к рынкам сбыта довели фермеров до грани банкротства», – говорится в заявлении. Бывший депутат парламента и экс-директор Ассоциации «Сила фермеров» Александр Слуцарь предупредил о возможном банкротстве тысячи фермеров в этом году. В прошлом месяце фермеры по всей стране уже обращались к властям с просьбой о введении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве, чтобы компенсировать ущерб от засухи и избежать уплаты банковских штрафов. Однако Министерство сельского хозяйства утверждает, что действующая нормативная база уже предоставляет защиту для фермеров. Сегодня НЦБК задержал полицейского из Кишинева, подозреваемого в зятничестве. Он требовал 5000 леев за непривлечение торговца к ответственности. Взятка была конфискована, полицейский задержан на трое суток. Прокуратура ведет расследование. Полиция сообщает о задержании 24-летнего мужчины из Кишинева. Члена преступной группы по подозрению в участии в мошеннической схеме, родственник попал в ДТП. В ходе следственных действий было установлено, что подозреваемый собирал деньги от курьеров, которые передавались через различные укрытия. После получения денег он передавал их дальше, пока они не доходили до лидера преступной группы за границей, говорится в сообщении полиции. Кроме того, также сообщается, что в результате специальных следственных мероприятий были задержаны 4 соучастника преступной группы. Две женщины 22 и 52 лет. И два мужчины 50 и 55 лет. Полиция установила причастность подозреваемых как минимум к 20 случаям мошенничества, как в столице, так и в других районах страны. Во время обыска в домах подозреваемых были обнаружены и изъяты денежные средства. Ущерб, причиненный потерпевшим, оценен примерно в 3 миллиона леев. Подозреваемые были помещены под арест на 30 дней. В случае доказательства их вины подозреваемые могут быть осуждены на срок до 7 лет лишения свободы. В Молдове за год число молодых людей в возрасте от 14 до 34 лет уменьшилось на 6,5%. В Молдове каждый четвертый молодой человек в возрасте от 15 до 34 лет не учится и не работает. Как сообщило 12 августа Национальное бюро статистики, в 2023 году 27% молодых людей отнесли к поколению НИЭД – не учится, не работает и не проходит профессиональную подготовку. За год их число снизилось на 2%. Безработица, миграция и демографические проблемы – с этим сталкиваются молодые люди. Это отрицательно сказывается на развитии молодежной политики. Так считает руководитель НПО ФАРОС Николай Дишли. Тему продолжит Наталья Андреяш. Сегодня в поисках лучшей жизни молодежь стремится уехать за рубеж. Это касается больше молодых людей из сельской местности, так как для самореализации и саморазвития у них меньше возможностей, чем в городских и районных центрах, говорит руководитель НПО ФАРОС Николай Дишли. Он отмечает, что необходимо стимулировать молодежь. Создание рабочих мест в регионах, как минимум, потому что все возможности для этого есть. Есть большое количество программ. У Республики Молдова есть большое количество личных проектов, которые позволяют выиграть определенный, допустим, грант на какую-то идею. И, в принципе, нужно просто больше работать с молодежью. Работа с молодежью – это интересно и необходимо. Неправительственная организация ФАРОС учит молодых людей быть лидерами и необходимыми обществу. Мы обучаем молодежь тому, что такое бизнес, как его создать, на что нужно обратить особое внимание. Мы консультируем их в том плане, где они могут найти себе финансирование и помогаем им в заполнении заявки. Сегодня у молодежи есть возможность участвовать в различных проектах, направленных на их поддержку и развитие. В эту работу вовлечены все государственные структуры на центральном и местном уровне, а также общество в целом, говорит Николай Дишли. Мы работаем во многих национальных пунктах исключительно со школьниками, со спецификой населённых пунктов. И можем сказать с уверенностью, что проектов, в которые молодежь вовлекается, и мероприятий, в которые вовлекается молодежь по разным проектам, огромное множество. Возможно, она не так сильно вовлекается, допустим, в какие-то мероприятия внутренне национального пункта, именно для населённых пунктов, но от учебных заведений вовлекается просто на высшем уровне. Намного больше сейчас есть возможностей для молодежи, чем было когда-то в наше время. И мы стараемся их научить тому, какими возможностями воспользоваться, потому что каждая из этих возможностей может повлиять на его будущее. Молодёжь должна быть более активной в наше время, так как источников найти информацию о возможностях огромное количество. Нужно просто правильно искать. И у нас есть очень большое количество примеров, когда молодёжь самостоятельно попадала в различные программы по обмену, ездила за границу, сначала с другой молодёжью, участвовала в различных проектах самостоятельно. То есть есть возможность, и надо ей просто воспользоваться. Статистика показывает, что в Республике Молдова почти каждый четвёртый человек – это молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Жительница села Тулия Ефросинья Ненова отметила 90-летний юбилей. С этой даты её поздравила башкан Гагузи Евгения Гуцул. Ефросинья Савельевна прожила насыщенную жизнь, полную и счастливых моментов, и драматических событий. Много лет она проработала в местном колхозе, трудилась поваром и в поле, не отказывалась ни от какой работы, чтобы поднять на ноги троих сыновей. Увы, трагическое событие унесло жизнь двоих детей. Ещё один сын по состоянию здоровья не может передвигаться на протяжении 13 лет. Ефросинья Ненова заботится о нём. Утешение и силы долгожительница находит в общении с 16 внуками и правнуками, которые регулярно навещают и помогают бабушке. Односельчане восхищаются силой духа и жизненным оптимизмом Ефросиньи Савельевны. Для всех она стала символом самопожертвования и безграничной материнской любви. Башкан Гагаузи Евгения Гуцул поздравила юбиляра с днём рождения и пожелала ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и семейного тепла. Граждане Республики Молдова, которые находятся, следуют транзитам или планируют поехать в Грецию, предупреждаются о лесных пожарах в данной стране. Людей призывают следовать указаниям местных властей и представителей отелей, передаёт ИПН. Министерство иностранных дел советует гражданам проверять погодные условия и официальные предупреждения греческих властей. Прежде чем планировать свои поездки, а также проявлять осторожность в пострадавших районах. Кроме того, следует внимательно следить за местными СМИ и сообщать о своём присутствии в зонах риска, связавшись с дипломатическими представительствами Республики Молдова в Греции, обеспечить достаточный запас топлива, воды и продовольствия, а также поддерживать в рабочем состоянии мобильные средства связи. Сотрудники главного инспектората по чрезвычайным ситуациям рассказали, чем занимаются в Греции в течение дня. Они подчёркивают важность сотрудничества с греческими коллегами для успешного проведения миссии. День спасателей начинается в 8 утра с проверки оборудования. Формируется команда и данные об этом вводятся в журнал. Затем коллеги из Греции проводят инструктаж и рассказывают о планах на день. Позже пожарная команда из Республики Молдова патрулирует районы, а также проводит практические занятия. Вместе с офицерами из Греции проводится патрулирование уязвимых районов. Если поступает информация о сильном пожаре, встроенные планы отменяются и силы перебрасываются к очагу возгорания. С начала программы предварительного размещения в Греческой Республике Молдавские пожарные потушили 7 крупных пожаров и выполнили 17 патрульных миссий в пострадавших районах. 11 августа в Кишиневе прошло уникальное событие. Медийная футбольная команда из Камрата КФЛ провела шоу-матч против сборной африканских игроков Африка Юнайтед. Главная цель этого мероприятия – привлечь внимание к проблемам расизма и дискриминации в спорте. Матч, завершившийся со счетом 0-0, стал ярким напоминанием о том, что футбол должен объединять людей, независимо от их расовой принадлежности. Подробнее в сюжете – Олег Голодко. Цель – это расизм! Привлечь внимание к проблеме расизма и дискриминации в спорте необходимо, считает президент и игрок Камратского футбольного клуба КФЛ Александр Манджул. Он подчеркнул важность подобных перформансов для воспитания молодого поколения в духе толерантности и уважения каждому человеку. Александр также добавил, что дискриминация недопустима ни в спорте, ни в повседневной жизни. Хочу сказать, что расизма на самом деле нет места в нашей жизни. Даже буквально наглядный пример, когда происходила Молдавская медийная лига у нас в Камрате, были случаи, когда наших игроков африканских оскорбляли. И это очень некрасиво, неэтично. Поэтому мы стараемся их поддерживать, мы стараемся проводить вот такие акции, чтобы люди начинали привыкать, потому что это такие же люди, как и мы в целом. И как минимум в спорте расизму точно нет места быть, так как спорт, он объединяет абсолютно всех людей. Вице-президент футбольного клуба КФЛ Андрей Шевель отметил, что спорт должен быть инструментом объединения, а не разобщения. И выразил надежду, что в будущем дискриминация в мире будет встречаться реже. По его словам, футбол и другие виды спорта должны приносить только позитивные эмоции и служить примером для подражания. Данный матч был организован медийным футбольным клубом КФЛ. По его инициативе. Потому что в футболе даже сегодня, в 2024 году, встречается случай расизма. Например, то, с чем мы сталкивались на финальном Евро. И поэтому мы решили подчеркнуть еще раз эту проблему, важность. И важность того, что футбол объединяет всех людей, независимо от их расовой какой-то принадлежности. Мы планируем еще много интересных игр, так как одна из целей нашей команды – это популяризация футбола и привлечение к нему внимания. В Республике Молдова законодательство предусматривает строгие меры за проявление расизма и дискриминации. Виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности, а также понести административные наказания. Национальная сборная по боксу завоевала шесть медалей на чемпионате Европы среди юношей и девушек, который прошел в Боснии и Герцеговине. С двумя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями национальная команда заняла шестое место в итоговом рейтинге по странам, сообщает Молпресс. Два молдавских боксера стали чемпионами континента. Егор Чертыковцев из Террасполя завоевал золотую медаль весовой категории до 42 кг, а Андрей Тимошков из Кишинеу – золотую медаль весовой категории до 60 кг. Чемпионат Европы по боксу среди юношей и девушек прошел в Банилуке, Боснии и Герцеговине. В нем приняли участие 363 спортсмена из 30 стран. И о погоде в завершении нашего выпуска. В Гагаузе ожидается малооблачная погода. Пройдет небольшой дождь. Ветер от 4 до 7 метров в секунду. Температура воздуха. В Камрате днем составит 31 градус тепла, ночью плюс 21. В Чедерлунге днем плюс 30, ночью 20 градусов выше нуля. В Булконештах днем плюс 31, ночью 21 градус тепла. А на этом мы с вами прощаемся. Смотрите и читайте нас на сайте grt.md. Следите за нами в Facebook, Telegram и на YouTube каналах. Делитесь с нами интересной информацией. Фото и видео вы можете отправлять нам по электронной почте. grt.efir.mail.ru. Мы желаем вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин